У нас все регламентировано. Ну, у нас это считается комфорт-класс. А детям реально это нравится, как ежики? Высокая степень доверия к агентству. Все очень стильно, все очень так лаконично. У нас обязательно все агентства лицензируются. И вид такой красивый. Тут существует своя управляющая компания. Многие покупают своим детям, студентам. Это называется среда обитания. Уже достаточно большое количество лишили лицензии. И они становятся все популярнее, популярнее. Обязательно застройщик выполняет свои обязательства. Хуже, лучше. При сдаче, приемке квартиры. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Перед поездкой в Минск я заранее нашел себе гостиницу. Остановился в той гостинице, в которой уже останавливался много лет назад. И она называется Ляменска. Гостиница расположена на МКАДе в центральном районе Минска. У нее удобный заезд и выезд. А до центра Минска на автомобиле 20-25 минут езды. Гостиницу забронировал через сервис Островок. С броней было все отлично, а с ценой, к сожалению, нет. На ресурсе Островок цена была указана в 15264 рубля за практически неделю проживания в этой гостинице. А по факту на момент приезда в Белоруссию стоимость одного белорусского рубля составляла 34 наших. И, соответственно, стоимость гостиницы, проживания в этой гостинице составила чуть более 17 тысяч рублей. Я же, конечно, рассчитывал на другую сумму. Так что будьте внимательны и смотрите, какой курс обмена валют. Также я загуглил информацию про сотовых операторов в Минске. Там всего лишь их три. Почитал отзывы и выбрал себе оператора, называется А1. А тарифный план, который я выбрал, называется Турист 2.0. В нем безлимитный мобильный интернет и 600 минут звонков на все номера Республики Беларусь. Минут у меня осталось чуть более 500. Интернет был классный и с ним было все отлично. Порой работал даже лучше, чем Wi-Fi. Тариф мне обошелся в 20 белорусских рублей. Но были траблы с оплатой. Я попытался оплатить виртуальной картой Мир, но оказалось, что почему-то у оператора нужна была живая карта. У меня, естественно, ее не было. Я ее не заказывал в своем банке. Благодарю Беларуса, который мне помог с оплатой моего выбранного тарифного плана. Поэтому на всякий случай перед поездкой лучше заказать себе живую карту Мир. Но, кстати, кроме оператора А1 проблем с оплатой виртуальной картой Мир при помощи телефона у меня нигде не было. Даже в маленькой деревушке, где всего лишь 3 или 4 было дома, был маленький магазинчик, такой, знаете, в доме, там тоже принимают карты и с оплатой никаких проблем. Ну и, конечно, раз заговорили про оплату в Беларуси, выгоднее всего, конечно, карта Мир. Потому что ее принимают все и везде. И если вы оплачиваете этой картой через свой банк, то курс намного выгоднее. У меня виртуальная карта от Тинькофф Банка и, соответственно, курс составил 31 рубль 75 копеек вот на момент моего нахождения в Республике Беларусь. Сама дорога от центра Питера до гостиницы в Минске у меня заняла порядка 14 часов. Дорога хорошая, местами не очень. Но после пересечения границы с Республикой Беларусь там просто местами такая убитая дорога. А раньше, кстати, было наоборот. Перед тем, как перейти границу, вы остановитесь у шлагбаума и в ларек занесете 220 рублей за платную российскую дорогу. Процедура прохода таможни очень простая. Напомнила мне чем-то в Финляндии, но все быстрее и проще. Вы подъезжаете к шлагбауму, глушите двигатель, все выходят своими паспортами. Паспорта отдаем в вагончик, где сидит пограничник. Пограничник выносит какие-то данные в свой компьютер. После этого спрашивает номер автомобиля. Вы возвращаетесь в автомобиль, проезжаете метров 10, там еще один пограничник, он просит открыть багажник, вы его открываете, он вам желает счастливого пути, и вы едете. Никаких сотрудников ГАИ в Беларуси я по пути до гостиницы вообще не встретил. Но есть камеры. И камеры достаточное количество в Беларуси. А если вы нарушите правила дорожного движения, штраф придет и в России. Так что будьте аккуратны. В Беларуси я ехал, использую Яндекс.Навигатор. В России, понятно, проблем нет, потому что у меня российская сим-карта. А вот когда вы проезжаете границу, уже на самой границе наш оператор, вот у меня, по крайней мере, Билайн, он не ловил. И начал ловить какой-то белорусский оператор. Если вы выходите в интернет, то у меня в моем тарифе оператор сразу снял 450 рублей. Также в моем тарифе есть 15 бесплатных входящих минут разговоров в сутки. И это, конечно, большой плюс. Поэтому рекомендую, перед тем, как вы поедете в Республику Беларусь, обязательно ознакомьтесь с роминговыми тарифами вашего оператора. По МКАДу в Беларуси скорость ограничена от 90 до 120 км в час. Когда едешь 120, знаете, даже нарушать не хочется. Сами дороги – это отдельный разговор. Две полосы в одну сторону, две в другую. Посередине разделительная, как у нас, но там растет трава. Никакой грязи и песка. С обочинами аналогично. Как только заканчивается асфальт, сразу растет трава. И так, друзья, на всех белорусских дорогах. Я когда ехал, попал в очень сильный дождь. Но ехать было мне просто комфортно, потому что колейность практически отсутствует. А на лобовое стекло попадает чистая дождевая вода. Нет тебе песка, грязи и камней. Беларусь достаточно ухоженная. Везде подстрижена трава, все ровно. Красивые фасады, окрашенные заборы. Минск тоже очень ухожен. Чувствуется, знаете, такая рука хозяина. У белорусов, кстати, большие штрафы за то, что они не следят за фасадом или не косят траву. К примеру, мой двоюродный брат не покосил траву, ему выдали предупреждение. И если он ее не скосит, то получит приличный штраф. В Беларуси свои нюансы с недвижимостью. И с этими нюансами мне помогла разобраться Наталья из агентства недвижимости про метры. Наталья, добрый день. Добрый день. Давайте с вами поговорим про новостройки. Очень интересно, потому что вроде мы соседнее государство, но у нас все немножечко разное. Вот, к примеру, я белорус и хочу купить новостройку в каком-нибудь, в любом каком-нибудь доме. Что мне для этого нужно? Какие есть программы кредитования, приобретения, рассрочки? Да, на самом деле у застройщиков несколько инструментов. Все чаще используются рассрочки и есть программы кредитования. Есть специальные программы кредитования, но это не у всех застройщиков, где первый год, по-моему, 4,54% такая составляет. Но остальные 20 лет уже полноценная ставка рефинансирования, плюс, как правило, 3 либо 4% пункта. На сегодняшний день это 14,45. Это самый маленький процент по кредитованию недвижимости. Но еще полгода назад этот процент составлял 22%. Поэтому мы движемся пока в положительную динамику. И все больше и больше возможностей купить новостройку в Минске. А как я могу понять, что я приобрел новостройку, что не прогорю? Что ее достроят? Есть какие-то рычаги государственные на застройщиков, чтобы я не был обманутым дольщиком? Да, конечно. На самом деле мы с вами находимся возле одного из таких домов даже. Я вам могу его показать. Грушевский пассат называется. Строил его один застройщик, но обанкротился. Государство забирает такие объекты под себя, скажем так, и передает государственным застройщикам. Достраивает этот жилой комплекс УКС «Запад». Это государственное предприятие. Но, конечно, они считают расходы, затраты, сколько им еще нужно инвестировать в этот проект, чтобы его застроить. Ну и эта сумма делится на всех дольщиков, к сожалению. То есть те, кто строил эту квартиру по 1200 долларов за квадратный метр, сейчас еще вынуждены доплатить по 600 долларов за квадратный метр. Белорусы привыкли все считать долларами. У нас нет цены в белорусских рублях. Мне сразу вот этот тяжелый, что мы все в рублях считаем. Доллары – это так. Да, да, да. Но смысл в чем? У нас, конечно, все прописано в договорах, во всех документах в белорусских рублях, но ориентир все равно всегда долларовый. То есть привязывается все равно к доллару. Эквивалент обязательно считается, да. Ну, если вам интересно по ценам. Очень интересно. На сегодняшний день цены в Минске какие? Вот именно сегодня новый проект стартует. Может быть, вы слышали, может быть, нет. У нас арабский инвестор, который строил башню Бурдж-Халифа, сейчас начинает огромный масштабный проект на севере Минска. Называется проект «Северный берег». И именно сегодня стартует продажа, где квадратный метр стоит 1000 евро. Это на самом деле на сегодняшний вариант самый бюджетный вариант. Потому что в среднем стоимость квадратного метра в проектах где-то 1300-1400 долларов за квадрат. Но здесь это же центр города, да, у нас практически? Фактически. Здесь 5 минут до станции метро. Немига, Немига – это сердце. Ну, то есть можно назвать и центром. Но «Северный берег», который я говорю, это не здесь. Это немножко… Ну, то есть это между Цнянским водохранилищем и Дроздами. То есть такое там у нас сейчас поле находится. Как ни странно, в Минске еще были поля. Которые можно застроить. Да, и сейчас уже нашлись инвесторы, которые готовы туда вкладывать деньги и строить заветные квадратные метры. Какой, на ваш взгляд, лучший застройщик в Минске? По соотношению цены и качества. Нельзя сказать, какой-то застройщик хуже, лучше. В Минске все новостройки качественные. Это факт. Нет такого, чтобы там, ну, вы пришли, а у вас в стене дыра. Ну, условно говоря. Абсолютно нет. У нас есть определенные заданные критерии, параметры, что должен застройщик выполнять. И при сдаче приемки квартиры любой собственник, он может не принимать квартиру до тех пор, пока не устранят все дефекты. У нас дефектом считается даже где-то неровная стяжка. Там нехорошо поштукатурены стены. Поэтому качество очень хорошее. Есть особенности. Есть у нас такой застройщик, да, на холдинг. Он сдает квартиры без отделки, даже черновой. То есть там, грубо говоря, сложены блоки и голый пол без стяжки. А, ну, понятно. То есть они блоками отметили, как должно быть комната расположена. Да, 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 да. У них цены были на порядок ниже долгое время, пока они строили свой большой проект «Минск.Мир». Сейчас уже он тоже там подходит к завершению. Цены выровнялись абсолютно. Но нужно понимать, что когда вы покупаете такую квартиру, еще, как правило, 200 долларов на квадратный метр идет на черновую отделку. Совершенно верно, да. Поэтому я тоже всегда говорю, что лучше подумать и взять уже со штукатуркой, либо уже с чистовой. Кстати, отделка есть, где обои, ванна стоит. Да, да, да. Это популярная тоже форма продажи новостроек. Но не у всех застройщиков. Но, допустим, строится дом, сдается он просто с чистовой отделкой, а некоторые квартиры целыми стояками ремонтировались и сдавались уже полностью готовы. С ламинатом, с обоями, с плиткой керамической, абсолютно со всем. Таких застройщиков не очень много, но они в Минске есть. Это Асто, это Айрон, может быть, кого-то я забыла, но они есть. В Санкт-Петербурге, к примеру, очень плохо развиты социальные объекты. Застройщики строят дома, социальные объекты не строят, проблемы с поликлиниками, их вообще просто нет, с новыми больницами и так далее. Часто очень бывает, что застройщик построил детский сад, его сдали, и твой ребенок и не попал в этот детский сад, а он еще куда-то минут 10-20 на машине ехать, чтобы его туда отвезти. Ну вот у нас, конечно, в этом плане ужас. Как у вас обстоят дела социальными объектами при строительстве? На самом деле, когда застройщик получает инвестпроект, получает землю под застройку своего жилого комплекса, как правило, он имеет обременение в виде школ, поликлиник, детских садов. То есть обременение они имеют определенное, ну, может быть, для кого-то это минус, но для горожан это плюс. То есть у нас не может быть такого, чтобы построился большой жилой комплекс, и там нет школы, и нет сада. Возможно, на каком-то этапе и не быть, но все зависит от плотности и заселяемости проекта. То есть когда подходит определенная цифра, и жители в этом жилом комплексе, тогда начинает уже активно развиваться инфраструктура. И тогда уже обязательно застройщик выполняет свои обязательства перед страной и жителями. Хорошо, тогда такой еще вопрос. Вот дом сдали, детский садик или школу, когда они сдают? Вместе с домом или позже? Не бывает такого, чтобы вот сдали дом, и тут же построили сад. Нет, все зависит именно от плотности населения. Если в этом есть необходимость, это возводится школа, и она сдается... Ну вот, допустим, Новая Боровая, яркий пример. Например, проект, по-моему, уже реализуется порядка 10 лет, возможно, даже чуть больше. Нужно эту информацию уточнить, я навскидку вам сказала. Но школа там построилась буквально года 3 или 4 назад. То есть долгое время там, в принципе, ничего не было, и жители были вынуждены возить детей в соседний район. Но сейчас одна школа готова, и они уже анонсировали строительство второй школы. Потому что разрастается район, большое количество населения, и в этом есть острая необходимость. Какие-то есть от государства программы для покупки квартиры жителей с детьми? Да. Это социальное жилье называется, для нуждающихся и для многодетных семей. Там и свои условия кредитования. Могу заблуждаться, лучше проверить. Но раньше процент по кредитованию составлял 5%. Это подарок для белорусов. Вы сами понимаете, какие у нас кредитные ставки. И у нас очень много строится социального жилья. Сдаются целыми кварталами. Сейчас все больше и больше набирает популярность строительство социального жилья в городах-спутниках. То есть это порядка 20 километров от Минска, причем в разных направлениях. И очередники получают там это жилье. А сколько проходит обычно времени со старта продаж и до передачи ключей в новостройки? Как правило, около года полутора. Но вы уже приходите в квартиру, вы ее видите своими глазами. Еще раз повторюсь, вы не подписываете документы до тех пор, пока не устранят какие-либо дефекты. Ну, если они есть. Да, если они есть. Поэтому качество новостроек в Минске действительно высокое. У нас, например, есть ряд компаний, которые занимаются профессиональной приемкой квартир. Есть ли у вас такие организации? Да, конечно, есть. Их достаточно большое количество. И они становятся все популярнее и популярнее. Их приглашают. Они находят дефекты такие, которые даже сложно и заметить. А в Санкт-Петербурге, например, для меня очень такая большая и яркая проблема это отсутствие зеленых насаждений в новостройке. Рисуют застройщики райские сады. Там просто такая красота. Сдают без деревьев. Там какие-то дохлые кустики. Еле-еле где-то есть колхозная трава, которая с полей пришла. В городе очень часто, в пабликах публикуют, что вырубают деревья, закатывают все в асфальт. Ну, вот как-то, знаете, просто убивать зеленые насаждения. Такое ощущение, что они вредят. Но по мне, наоборот, мне нравится, например, когда большое количество деревьев, все зелененькое. Вот сейчас я сюда ехал, к вам навстречу, я вижу просто красивый зеленый город, красивые фасады, везде все чисто, ухоженно. У вас вот застройщиков, я так понимаю, обязывают это делать? Либо это город всем этим занимается? Да, конечно, застройщики обязаны озеленить территорию вокруг домов, которые они строят. Но я скажу вам больше, они конкурируют сейчас друг с другом на предметы зеленения. У нас сейчас очень популярно высаживать всякие злаковые травы, делать ландшафтные дизайны. То есть это действительно конкуренция среди застройщиков. Почему? Потому что это очень популярно в Минске. Люди очень любят и красивые дворы, и прилегающую территорию, и выбирают проекты, где это очень хорошо реализовано. И, соответственно, нас сейчас недостаточно просто поставить дом и сказать все, живите. Это неинтересно белорусам, правда. Все выбирают, чтобы двор был закрыт, чтобы была прекрасная детская площадка, чтобы было замечательное озеленение. Это называется среда обитания. И это очень популярно в Минске. На самом деле задал тон один застройщик, но все дружно подхватили. И еще раз повторюсь, успешно конкурируют друг с другом. Слушайте, конкуренция, это, конечно, классно. Если взять типичную новостройку и посмотреть на квартирографию, какое будет соотношение студий, однокомнатных квартир, двушек, трешек? Как правило, сейчас преимущественно строятся квартиры со свободной планировкой. Да, конечно, санузлы обозначены, какие-то несущие стены тоже. Но, как правило, это всегда студия и какое-то там еще количество комнат. Самые популярные квартиры, наверное, как и везде, одна и двухкомнатные. Большие квартиры, они нужны преимущественно семьям. Ну, наверное, все как и везде, как в любом мире. Но, повторюсь, преимущественно квартиры со свободной планировкой. Стандартная высота потолка какая в новостройках? Раньше это было 2,5 метра. Сейчас такие квартиры уже не совсем ликвидны, скажем прямо. Они есть, они строятся по-прежнему, но застройщики ниже 2,8 потолок уже не строят. 2,8? Да. Блин, у нас в Питере 2,7, ну типа нормально. 2,8 – это уже бизнес-класс. Ну, как правило, сейчас у нас уже набирают такие проекты популярности, где двойное освещение, где потолки 3 и выше. Ну, то есть каждый берет клиента своими особенностями, своими плюшками. И высота потолков в том числе на это влияет. Как сейчас с продажами квартир в новостройках? Вы знаете, если взять любой проект, абсолютно любой, если нет старта, то не такое большое будет количество квартир для выбора. Квартиры продаются достаточно успешно. То есть нет такого, как у нас, что рынок резко рухнул. Вы знаете, он у нас не рухнул. В связи с последними событиями, которые происходят в мире, было некое затишье, но все равно продажи шли. Может быть, не так активно они шли. Конечно, многие выбрали вторичный рынок, потому что ты уже понимаешь, вот перед тобой квартира, и куда ты вкладываешь деньги. А в связи с нестабильной ситуацией, немножко было волнение. Если я буду свои деньги вкладывать в новостройку, ну, а что будет завтра? Ну, то есть никто не знал. Поэтому был такой тонкий момент, но он не критичный. Продажи все равно шли. Если я, например, захожу на объект как инвестор, на старте продаж приобретая квартиру, и после сдачи продаю, какой у меня профит будет? Ну, я вам скажу, наверное, для россиян это небольшая сумма. Мы возьмем за основу однокомнатную квартиру. Например, можно было в той же Дании холдинг Минск Мире купить однокомнатную квартиру около 38 тысяч на старте. То есть когда еще даже не вырод котлован. Грубо говоря, стройка огорожена забором. Продать ее уже сейчас можно за 45-47. Сможем посмотреть какую-нибудь новостройку, пройти квартиру, посмотреть дворы? Да, конечно. Я думаю, что мы сейчас попробуем все это организовать. Погнали. А что это у нас, Наталья, за объект? Это проект называется «Квартал на Грушевке. Застройщик Grand House Engineering». Это будет комплекс домов. Мы сейчас с вами попадем в первый дом, который уже сдан и готов. И вы сможете своими глазами оценить белорусское качество. Давайте пройдемся по периметру, пока ждем ключи. Давайте. Давайте, я вам покажу. Во-первых, сейчас все чаще и чаще наши застройщики используют вентилируемые фасады, делают акценты на входных группах. Мы с вами зайдем в входную группу, вы увидите. То есть у нас уже не бывает серых, унылых стен без какого-либо дизайнерского решения. Вы скоро посмотрите сами, увидите и убедитесь в этом. Каждый проект уникален, и каждый застройщик, о чем я вам уже говорила по поводу озеленения, то же самое происходит и в местах общего пользования. Каждый застройщик конкурирует с другим, удивляет, впечатляет своих жильцов. Для того, чтобы проект был интересный, чтобы он продавался, нужно обязательно что-то предложить клиентам. Слушай, ну вот это красиво камушком выложили, очень красиво. Да. Крылька такая крупная. Это используется мягкое покрытие, как правило. Очень похоже на нашего производителя детского оборудования КСИЛ. Я думаю, что это он и есть. Тут обычно на горке пишут. А туда вот на этих. Да-да-да, это он родной. Ну вот, да. Ну очень часто используют и российское оборудование. Я был у них у завода. Вот, ну на детских площадках стараются укладывать мягкое покрытие. У нас получается, знаете, такое резиновое покрытие сплошное укладывают, а здесь вот с такими плитами тоже прикольно, необычно. Да, чтобы детки берегли свои ножки. Ну и на данный момент вот уже построен паркинг. Он будет относиться именно к этому жилому комплексу. Ну, симпатичный паркинг. Вот это все будет демонтировать, да? Вот уже началось демонтаж. Ага, да, вижу. Начинается. Здесь тоже будет застраиваться площадка. Там будут строить государственный застройщик для нуждающихся. Вот воркаут-площадка. О, прикольненько. На входных группах мне только, знаете, чего не хватает? Больших букв, нумерации, какой-то подъезд и какие квартиры. А я думаю, что это еще будет. Будет складываться, если создается. А. А. Да, потом, чтобы оно в едином стиле везде было. Получается, у всех входных групп есть скамейка, где посидеть, отдохнуть. Урна. Да, да, да. Входные группы стеклянные, алюминиевый, похоже, профиль. Винфасад у нас с кляймерами. Вот они. В цвет плитки сделаны. Пойдемте. Ох, ты какая большая входная группа. И? Запах краски свежей. Нового дома, да? Слушайте, почтовые ящики с перфорацией. Очень красиво смотрится. Такая красочка, такая полуматовая, да? Сразу под спам, как у нас. Потому что, я так понимаю... Проходите. Это квартира? Нет, это подъезд. Это застройщик вот так сдал. Конечно. Вот то, о чем я вам и говорю. Что наши застройщики стараются уделять внимание местам общего пользования и придомовой территории. Вот посмотрите, стабилизированный мох вот такой сделан. Слушайте, ну вот здесь единственное, знаете, к чему может докопаться? Ну вот к этому. Что где-то вот неравномерный прокрас. Все остальное, даже вот эти окна, это дорогущие окна. Недешевые. И отлично работает фурнитура. Причем фурнитура не базовая. Подоконник под дерево. Ну вот у нас, наверное, я такого... Вот применяют некоторые материалы, как вот такой планкер под дерево. Но вот такой красоты не было. То есть заходишь, и здесь реально приятно. То есть мне было бы не стыдно позвать сюда друзей. Это еще не все. Мы с вами открываем дверь, и здесь можно своему питомцу помыть лапки. Да, помню, у нас один застройщик задал эту волну, и многие начали тоже это делать. Да, у нас это уже много где. Я бы даже сказала, повсеместно используют. А здесь у нас наверху мы тоже видим такой под доску, да, сделан. Ну, слушайте, очень красиво по дереву, как будто... Балки. Балки, да, красиво смотрятся. Ну вот выход, понятно, по безопасности так положено. Да. Черный потолок. Слушайте, красиво смотрится. Ну и вот мы заходим в лифтовую. Это лифтовой холл. Да, лифтовой холл. Есть сразу указатель, первый этаж, есть шрифт Бремеля, это для слепых людей, для того, чтобы они могли понять, где находятся. Кнопочка вызова, сверху у нас указатели, как у нас в бизнес-классе, вот так немножечко под 45 градусов, чтобы было комфортнее смотреть. Крупноформовая плитка, аналогичный потолок, классное светодиодное освещение. Нумерация. Слушайте, здесь даже, чтобы ты, не дай бог, вообще не подскользнулся, когда моют полы. Вау, вау. Нумерация есть. Очень удобно, заходишь в лифт, тебе сказали, 220-я квартира, посмотрел 11-й этаж. А мы уже здесь, Наталья? Да? Ну, давайте смотреть. То, о чем вот я вам и говорила, что квартиры у нас даются преимущественно свободной планировки. Но здесь вот такая важная особенность и красота. Панорамное остекление, слушайте, круто. Панорамное остекление. Окна Рехау, двухкамерный стеклопакет. Посмотрите, как красиво за окном. Слушайте, вид вообще шикарный, да. И окна, кстати, очень хорошо открываются. Старый фонд. Да, вот школа, кстати, из окна видно. А, вот это школа. А вот детский сад. Детский садик, школа, шаговая доступность. Да, да, да. Беговая дорожка, все в деревьях. Обратите внимание, друзья, какой зеленый город, сколько много деревьев. То есть в Белоруссии любят деревья, в Питере не очень. И когда сносят старый жилой фонд, вот как мы видим сейчас здесь под окнами, застройщик преимущественно старается сберечь деревья. Все вот эти деревья. Да. То есть, ну, насколько это возможно, конечно, но очень берегут растительность у нас. Молодцы. У нас рубят под кори. Можно потом прийти, вон там яблочки растут бесхозные. Можно же сорвать? Конечно. Почему нет? Ну, смотрите, вот о чем мы говорили. Черновая отделка, стяжка, штукатурка. Слушайте, это не черновая отделка. Для нас это предпредчистовая. Для белорусов это черновая. Черновая это когда все вот в бетоне, в кирпиче. То есть вот так вот. Здесь уже оштукатурены стены. Причем такой интересный материал. Это вроде не гипсовая. Такое ощущение, что смесь гипса с цементной. Стяжка. Ну, видно, что она такая достаточно хорошая. Слушайте, да, стяжка. Во-первых, она, смотрите, она одного цвета, то есть равномерно идет. И вот на первый взгляд она вся ровненькая. Да. Керми. Радиаторы. Стоят радиаторы, да. Подводка так интересно сделана. У нас обычно там снизу делают. Керми, кстати, хорошие стальные радиаторы. Известная компания. Бороды на монолите срезаны. Установлены противопожарные датчики. Это обязательно. Ну, у нас, да, тоже. Так, это у нас вентиляция с моторчиком. Ого, какая розетка. У нас часто бывает просто провода оставляют. Ну, тут то же самое. Выход у нас на это что у нас, лоджия. Слушайте, а здесь дело даже ничего не нужно. На полонапольное покрытие и все. Ну, вот отсюда, кстати, парковку видно. Видна разметка, выезд, заезд. Места для инвалидов. Город. Очень широкие дороги. Слушайте, большая квартира, сколько такая квартира стоит? Если я не ошибаюсь, на данный момент цена квадратного метра 1400 долларов. Тоже вот важный момент. Да, кстати, важный момент. Автоматы, они утоплены, здесь их немного. А Трион первый раз такие вижу у нас, я таких не разу не видел. Это, похоже, белорусское производство, да? Затрудняюсь вам прокомментировать. СИС-16, СИС-16, СИС-32 и СИС-16. Но пока ничего не подписано. Надеюсь, потом подпишут. У нас обычно подписывают свет, плита, еще что-то. Так, давайте смотреть. Это у нас ванная комната. Здесь уже мы видим от застройщика санузел установлен. Достаточно низкая подводка. Это, соответственно, большой плюс, что можно будет поставить унитаз в разном месте. Чем она вот эта, соответственно, ниже. Да, да, да. Когда мы ставим, нужна же уклонка. Поэтому очень важно. Если ставить там на сантиметров 15 выше, то уже понятно, что далеко ты не поставишь. Современные счетчики. Эти счетчики нам позволяют передавать показания онлайн. Канализационная труба. Разводка. Запорная арматура. Не из дешевых. Вот эта пластиковая. Это вывод у нас под полотенчиком, я так полагаю. Сразу видно, что красная – это горячая вода. Так. А вот у нас холодная вода. Это синий счетчик. Везде теплоизоляция стоит. И вот эти провода, по-моему, заземление. Вот это да. Вот это заземление. Ну, соответственно, здесь остальное делают люди как нужно. Слушайте, а штукатурина, кстати, достаточно неплохо. Здесь у нас получается перепад где-то сантиметр-два с половиной вниз. У нас такой же норматив. Стенки из СКЦ камня. Штукатурки, кстати, друзья, обращу внимание, тут просто минимальный слой. Тут, похоже, тут до сантиметра. Измерим при помощи электронной рулетки высоту потолка. Наталья говорит 2,7, я говорю 2,75. Барабанная дробь. Делаем ставки. 2,93. Вот так. Вот так. Вот так. Никто из нас не угадал. Ну, просто пока все еще серенькое воспринимается совершенно иначе. Ну, получается, да. Вот у нас входная группа. Здесь санузел. Здесь еще один гостевой санузел. Давайте посмотрим, что... А, ну, здесь у нас все то же самое. Вентиляция обычная, я понимаю, приточная. Кухонная зона. А, кухня вот здесь. Да. То есть она такая немножечко получается отдельная. А здесь получается такая большая гостиная. Раз окно небольшое. Два. Три. Здесь оно еще панорамно. Здесь даже вот сейчас без отделки большое количество света. А если еще поклеить светлые обои, либо окрасить стены, здесь будет достаточное количество света. И мне нравится, что здесь в этой именно планировке вид и на одну сторону. Получается так у нас, грубо говоря, север-юг и запад и восток. Можно все практически посмотреть. Еще одна комната. Большая комната. Слушайте, здесь просто она такая видовая. Вообще круто. Еще одна лоджия. Да. Ох. И еще один шикарный вид. Слушай, тебе вид классный. А здесь что будет? Здесь будет строиться торговый центр. Прикольно. Это по инсайдерской информации. Ранее планировался бизнес-центр, но сейчас решили, что торговый более необходим здесь. Деревья красивые очень. Не знаю, что это за деревья. Ну, такой маленький парк остался. Ну да, слушайте, очень классно. Его обязательно нас берегут. Он останется однозначно в этом виде. Ну, так и вот здесь тоже зеленая зона. То есть здесь воздух, кстати, свежий, пыли нет. Я утром проснулся, не нужно было там омывателем омывать лобовое стекло от черной копоти. Здесь такого нет. Тиная. И здесь нормальная отделка. Еще переделывать не нужно. Там утеплитель внутри. Откосы гипсокартоном закрыли. Слушайте, хорошая квартира. А вот здесь, кстати, тоже очень важный момент. Вот этот. У нас очень часто вставляют вот здесь ровную стенку, вот без вот этого кусочка. Вы, когда монтируете дверь, вам приходят мастера, они ставят коробку, чтобы наличник поставить. И вот здесь есть место. Причем достаточно места. И здесь есть место. А у нас зачастую вот этого кусочка нет. И, соответственно, наличник приходится подрезать. И это смотрится уже не очень красиво. А здесь нормально смотрится. И даже если ты поклеишь обои, потом подклеить можно будет нормально. То есть здесь такое приличное расстояние взяли. Молодцы. Ну, вот, собственно, такие квартиры. Пойдемте, тогда посмотрим дворовую территорию и обойдем вокруг. Да, конечно, конечно, пойдемте. Здесь, друзья, получается на верхних этажах всего лишь три квартиры, чуть ниже пять квартир на площадке. Для Питера это бизнес-класс. И датчики. Везде защитные крышки сняты, в отличие от нас. Отделка. Слушайте, ну, что-то такое сделали. Интересный цвет, нормальный. Двери деревянные. Я так понимаю, что все меняют двери. Конечно. Это, наверное, такой менталитет. Но некоторые застройщики сдают сразу с металлическими дверями. У нас, например, стараются застройщики ставить хорошие металлические двери, чтобы, когда ты заходишь, все было в одном виде. В едином стиле. Ну, вот это тоже сейчас становится у нас популярно. Но еще пока есть разные варианты. Ну, это однокомнатная. Это вот, что вы говорили, как раз студия-евро-два, как у нас это называется. Это типа однушка. То здесь, получается, можно сделать перегородку, отдельно сделать себе кухню, отдельно комнату. У застройщиков по документам как вот это покупаешь? Однокомнатная квартира. Здесь метров пятьдесят, мне кажется. Да. Достаточно большая квартира. Вот, надо батареечку заменить, а то потом орать будет. Радиаторы достаточно высоко от пола стоят. Подводка вот здесь прямо в стене. Удобно не видно этих труб. Подоконники, откосы из ГКЛ. Окна рехау. Вид такой же шикарный. На мост, на дорогу, да. Вот здесь видовые характеристики. А из-за вида цена дороже или нет? Что-что? Если видовая квартира, вот как здесь, цена дороже или нет? Или все одинаково? Здесь, наверное, все квартиры видовые. На самом деле, в этом проекте, насколько мне известно, цена не зависит от вида и от этажности. Но есть в Минске проект, чем выше квартира, тем цена дороже. И да, если есть особенности какие-то, именно видовые, там, не знаю, вид на реку, то дороже стоит квартира. Этим пользуются уже застройщики. Вот так, друзья, выглядит обычный лестничный марш в этом жилом комплексе. Обратите внимание на ступени. Целиковая большая плитка. Смотрится реально очень круто. И здесь плитка. И это идет с верхнего до первого этажа. Все везде одинаково. Крепко держится ограждающая конструкция. Она из металла. Здесь нет никакого дурацкого линолеума. И вот эти места. Здесь, видите, все закрыто. Никто не провалится вниз. А цоколи у нас из брусчатки. Здесь все ровненько. Плиты, кстати, достаточно ровненько все уложены. Я обычно обращаю внимание, знаете, на что, на разницу соединения вот этих плит бывает такое, что одна вот так, вторая чуть-чуть меньше, другая больше. Тут все ровненько. На уголках у нас вот такой, как бы назвать, наверное, нащельник есть, чтобы все красивенько было. Потому что не все могут ровно подпилить. Ну, это мы выходим на стилобат. Здесь коммерческие помещения предполагаются. Причем здесь два этажа этих помещений. Это первый этаж. И на уровень ниже еще один этаж. Второй. Но место здесь хорошее для жизни, я так понимаю. Потому что станция метро сколько тут? Эти минуты три, наверное, пешочком? Да, тут 50 шагов буквально. Место хорошее. Это один из центральных проспектов Минска. Проспект Дзержинского. Это выезд напрямую на Брестскую трассу. Здесь достаточно большое количество станций метро. До центральной станции метро Немига здесь буквально пять минут, и вы в самом-самом сердце Минска находитесь. Район прекрасный. Ну, конечно, так как тут проспект Дзержинского, есть свои нюансы, есть немного шум, но когда вы находитесь в квартире, вы его не слышите. Окна закрываются. Да, там двухкамерные стеклопакеты, там ничего не слышно. Для меня, например, мне нравится, когда я открываю окно специально, чтобы был шум, я лучше засыпаю. Когда тишина как-то напрягает. Человек ко всему привыкает, и кому что нравится в этой жизни. Очень много здесь строится сейчас проектов, непосредственно в этом месте. Потому что, ну вот как вы видели, много еще старого жилого фонда было, частные дома. Им уже много лет не разрешали их реконструировать, перестраивать и так далее, потому что уже был план развития этого района. Ну вот инвесторы нашлись, и все это строится. Очень пользуется популярностью у минчан и белорусов в целом это место. Многие покупают своим детям, студентам. Кто-то, в принципе, привык к этому району, кто-то выбирает этот район. Ну, потому что очень удобная инфраструктура. И на проспекте Дзержинского есть абсолютно все, начиная от садов, школ, поликлиник, разных фитнес-центров, спака, салонов и так далее. Мы с вами, Наталья, в самом центре Минска. Да, это один из центров, я бы назвала так. Потому что у каждого минчанина свой центр. У кого-то это площадь Октябрьска, у кого-то Немига, у кого-то это часть в том числе. Мы находимся в жилом комплексе Левада. Раньше здесь была птицефабрика. Ну вот, наверное, года 4 идет строительство вот этого жилого комплекса. Уже сдано 5 очередей, но будет еще продолжение. Пойдемте смотреть. Комплекс очень красивый. Выполнен он весь архитектурно в едином стиле. Малоэтажный. Малоэтажный, но это многоэтажный. Малоэтажный – это первая береговая линия. Там 4 этажа всего лишь. А, то есть там речка еще идет, да? Да, 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 да. Там 4 этажа, там подземный паркинг, там выход к речке. Ну вот, посмотрите, то, о чем я говорила. Насколько наши застройщики стараются. Красиво. Мне нравится, что в большие здоровенные буквы сразу понимаешь, где какой корпус тебе нужен. Закрытая парковка, деревья. Закрытая парковка, закрытая территория без машин. Мы сейчас находимся, вот именно это называется внешняя сторона дом. Пойдемте, вот покажу вам. Это внешняя сторона двора, а вот внутренняя, она вся огорожена. То есть сквозные подъезды позволяют ребенку свободно выйти на внутреннюю сторону двора. Вот мы сейчас подойдем к вам, вернее, с вами. К детской площадке она полностью закрыта, полностью огорожена. Детки спокойно себе играют, и там нет никаких машин. То есть проездов там не предусмотрено. Ну да, плюс еще есть ограждение. Давайте перейдем к машине. Да, давайте. И, соответственно, понимаешь, если я отпустила ребенка, он не выбежит на проезжую часть. Да, да, да. Где парковка. Слушайте, даже здесь вот отсыпка вот этого белого камня, рулонный газон, разделитель газонный, плитка. Смотрится классно. У каждого, смотри, номер есть, это платная парковка. Ну, тут люди покупали парковочные места. Ну, издалека фасад очень красиво смотрится. Очень красиво. Хоть это и вент-фасад, но здесь крупная плитка, и она смотрится, по мне, более так красиво, эстетично. Да. Неже чем когда вот у нас прям мелкую применяют. Экономят, наверное. Слушайте, на площадке классно. О чем мы говорили, обязательно мягкое покрытие, современное оборудование, вот такие стильные беседки. Там еще есть внутренняя сторона двора. Зимой устанавливают там елки, то есть для того, чтобы было весело и нарядно, в том числе в жилом комплексе. Тут существует своя управляющая компания. От застройщика. Да, да. Это тоже становится все популярнее у нас. Как-то тогда более, что ли, следят за дворами, вот ухаживают, ну, не знаю. То есть если управляющая компания от застройщика, то более ухожены дворы и дома? Ну, в принципе, да. Существует товарищество этих обществ. Товарищество общества? Как оно называется? Собственников. Товарищество собственников. Тоже все зависит от руководителя, как в любом деле. Но вот эти управляющие компании, они показали свою эффективность. Первое, это А100 использовали. Сейчас используют это Айрон. Обращаю ваше внимание, вот какие у нас там надписи, таблички, все-все должно быть в едином стиле. Нет такого, что на фасад повесят яркую, там какую-то сумасшедшую табличку, например. Ну, не знаю. То есть все очень выдержано. Да, для того, чтобы не испортить внешний вид фасадов, внешний вид домов, вот эту вот всю стилизацию. Ну, сейчас мы дойдем до красивых насаждений, то, о чем я обещала рассказать. Ну, смотри, Валбери, Сазон. Да, да, да. Ну, вот видите, они нашли маленький выход, все равно свой сиреневый значок и голубенькие вынесли вот так. Но основные вывески все равно в стиле жилого комплекса. Ну, везде такая брусчатка большая. Скамеечки. Здорово. Вот здесь вот, помните, вот то, что как раз тут раз говорил, что вот большая цифра, сразу классно видно, что восьмой подъезд, нумерация квартир. То есть вот здесь все по уму. Кто это у нас? Бас АйПи? Нет, это Трю АйПи. Прикольно. Сразу меня видно, он снимает. Еще не удивлюсь, что он по лицу запускает. Ох, кофейня есть, отлично. Да, здесь уже много открылось. Кофейня. Однокомната квартиры сколько здесь стоит в долларах? На сегодняшний день стоимость вот в этих домах, вот в этих домах от 1600. Метр квадратный? Да. А площадь здесь какая, квартира? Разные площади. Там 30-40 метров. По-разному, да. Есть и больше. Ну, в зависимости от дома. А что касаемо... В общем, где-то получается однушка, это 35 тысяч долларов. Не-не, 35 не бывает здесь. Если умножить на 1600. А, подожди, 1600 дороже. Да, да, да. Около там, получается, сколько? 45. Вот 45. Даже, ну, то есть, порядка тут от 50 тысяч, надо так ориентироваться. Квартиры передают застройщик в какой отделке здесь? Вот, приблизительно, как мы с вами видели. А, вот так. Да. Но здесь были квартиры с ремонтом. А вот в этих домах были квартиры с дизайнерским ремонтом. Не знаю, видели, не видели вы на нашем канале? Там у меня есть именно обзор такой квартиры. Ну, я посмотрю обязательно. Посмотрите, есть. Вот, это первое... Именно в этом комплексе. Именно, да. Первая береговая линия, вот, то, о чем я говорила, что популярность у нас набирают вот такие насаждения. Вот, вот у меня тоже в комплексе вот такая травка растет. Красиво очень. Вот, вот эти злаковые, вот эти белые камушки. Ну, то есть, вот... Слушайте, двор очень классный, очень красиво смотрится. Да. Пойдемте сюда, пройдем с вами. Я был бы горд, когда ко мне пришли бы друзья и посмотрели, сказали, а, нифига себе. Слушайте, вот это тоже интересно сделали. Да, да, да. Ну, то есть, все с душой, такой, с рукой хозяина это сделано. Всякие такие маленькие элементы. Вот такие вот... Вот это, кстати, на Брау Хаус похоже. Сейчас очень модно стало такого плана дома строить. Вот такие вот установленные. А, скамейки, которые крутятся, слышите, да, прикольные. Штуки. К сожалению, мы, наверное, не сможем с вами попасть на выход туда, к воде. А, вот оно видно уже, да. Только если мы обойдем весь жилой комплекс. Потому что тут с ключей у них открываются калитки. Но сам факт, что вот вода. Ну, в общем, все удобно. Вот подземный паркинг выезжают. Слушайте, кстати, паркинг достаточно круто сделано. Шикарный отшлифованный бетон. Здесь у нас брусчатка, разделитель, люки для отвода воды. Поручни. Слушайте, очень красиво даже это смотрится. Везде большими буквами адрес написан. Сразу в глаза бросается. Плюс я смотрю, есть места под установку кондиционеров. Да, здесь. Оноровного стекления много. Предусмотрено. Вот здесь я смотрю, под кондиционер вообще все закрыто. То есть достаточно тоже так интересное решение. Ну, я понимаю, что по доске, что это уже не первый год этому дому. Да, да, да. То есть я говорю, вот этому жилому комплексу, по-моему, он лет пять уже строится. Это была первая очередь, вот эти дома. Дома очень... Кстати, тоже здорово, вот вместо кустов, как у нас сейчас-то кустарник сажают однотипно. Здесь такая трава, чем-то на соку похоже. Да, да. И вид такой красивый. Дубовая кора... Ой, это еловая кора. Кора, да. Входные группы классные. Все очень стильно, все очень так лаконично. Застройщик заранее подумал о том, чтобы не торчали эти кондиционеры. У каждого свой ящик предусмотрен. Ну, тут все. Если бы у нас была возможность попасть в входную группу, показать. А кто-то будет выходить, мы и зайдем. Может быть, нам повезет. Ну, так прогуляемся, покажем. Вот я сам на второй этаж, получается, здесь у людей такой балкончик достаточно большой. Остекление, все в стекле. То есть такая, получается, прозрачность пространства. Да. Плитка очень красивая, вот эта самая, не из дешевых. Красиво все уложено и ровненько. Любят у нас, видите, вот камни, вот именно вот эти природные ландшафты, вот все это использовать. Люди уже цветочков насажали на своих террасках. Это даже не балкон, терраска. Да, со стороны воды там еще больше такая терраса. Там прям терраса-терраса. Тут очень разные. Детские площадки. Да, да, вот я уже вижу. Да, тут другая. Ну, то есть такое, все очень продумано до мелочей. И жителям этого комплекса, ну, здорово. Просто ты пошел, погулял на одной площадке, на другой. Да, потому что когда дети есть, детям надоедает гулять на одной площадке. И всегда хочется разнообразия, везде побегать, попрыгать. Я тут смотрю, разделение там для малышей, для детей чуть постарше сделано. Вот там тоже домик, как мы проходили. Можно в шахматы поиграть. Да, да. Вот террасы людей с первой береговой линии. Газончик, все ровно. Цветы какие-то интересные. Да. Здесь заборчик такой тоже, ну, из-за того, что сетка, такого нет того, что ты за глухой стеной сидишь. Это точно. И здесь тень большая от деревьев, слушайте, классно. Да. Интересный проект. Это не для художников квартиры наверху? Ну, может быть, не знаю. Это все равно видовые квартиры. В Питере есть, например, на Московском проспекте, центральный проспект, есть советские здания сталинской эпохи. И там последние этажи как раз высочены для художников, чтобы было много света они там творили. Есть такие дома. Вот видите, даже вот в этом доме вы посмотрите, вот верхний этаж, двойное стекление. Там двойной свет, двойной. Ну, то есть там именно то, о чем вы говорите. Красиво. Да, ну, конечно, видовые квартиры в этом проекте стоили значительно дороже, нежели чем, ну, просто окна во двор. Но есть за что платить, когда перед тобой абсолютная зелень, абсолютная река. Ну, то есть это очень такие важные моменты. На вторичном рынке, вот у нас есть авито, а у вас какой ресурс для поиска недвижимости? А у нас много для вторичного рынка. Про метрбай начнем сначала. А, у вас, кстати, да, я обратил внимание, у вас реально очень круто. Вы сделали сайт, что там заходишь, и вот эти все объекты видны. Да. Вот я помню, новостройки я там видел. Да, сейчас уже мы запускаем именно раздел вторички. Так, конечно, уже всем давно известны Реалдбай, Куфор и Домовито. Это основные такие сайты, где можно найти вторичные. Да? Где еще? Онлайнер. А, онлайнер, да, забыла про онлайнер. А цены соответствуют действительно? Есть ли фейковые объявления, как у нас сейчас заполонил все авито? На вторичке? Да. Нет, я думаю, что... Такого нет. Нет, нет, нет. Ну, потому что человек же смотрит фотографии, он же потом идет смотреть эту квартиру. Я не знаю. У нас сейчас так жулик очень сильно. Тоже есть, да? Может, такое выяснили? Может, да? По вторичке... Можно сделать хорошие фотки в квартире, потом тебе скажут, что ты там что-то не ретушировал, и в действительности чуть-чуть вот так. Но обычное, как правило, все вот так вот... Но это не фейковое в любом случае... Нет, 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 не фейковое объявление, то есть вы про нормальное? Я чуть-чуть подретушировал. Такое может быть. Ну, чуть-чуть. Ну, или когда сделали ремонт, сфотографировали, а потом через 10 лет продают. Нет, нет. Такого нет, да? Такого нет. У нас реальные объекты. Может, такое, что, не знаю, консерапия на столе, ты ее знаешь? Да, ну, это ерунда. Ну, то есть у нас нет вариантов. У нас, когда собственник размещает объявление, он должен подтвердить причастность к этой квартире. И, как правило, вводится ID квартиры, ну, то есть вариантов нет. А агент-то может ее продавать? Если он обратился в агентство, да, агентство выставляет, тогда ведет рекламу, то есть и официально написан номер лицензии УНП агентства, то есть, ну, как бы... А, у вас агентство выдают лицензии? Конечно. То есть это лицензированные дети? Конечно. У нас еще такого нет. У нас может любой взять быть агентом, у нас не нужно никакое специализированное образование, его вообще не существует. То есть любой человек, ты сегодня работаешь на заводе, не знаю, токарем, а завтра ты суперпродаец недвижимости. Нет, у нас такого не существует. Вот это интересно, расскажите. У нас обязательно все агентства лицензируются, риелторская деятельность, она обязательно лицензируется, и она очень контролируется соответствующими органами. Бывают моменты такие, что и забирают, лишают лицензии, в зависимости от каких-то там моментов и нюансов. Например, аренда. Самый простой сегмент. Есть агентства, которые работают по факту заселения, то есть вы с агентом за ручку ходите, смотрите варианты, выбираете что-то, после этого вы оплачиваете услугу. А есть агентства, которые продают информационную услугу, то есть они дают список, и ты пошел с этим списком. Так вот таких агентств уже достаточно большое количество лишили лицензии, потому что они соответствуют. У нас на самом деле степень доверия к агентствам очень высока у белорусов. Конечно, когда лицензии всех их лишают, естественно. Конечно, да, да, да. И не у каждого застройщика есть свой отдел продаж. Иногда застройщик обращается в агентство, и агентство становится полномоченным риэлтором, который реализовывает квартиры в проекте застройщика. То есть и такое может быть. Но застройщик он строит, но не хочет он создавать свой отдел продаж. Но, как правило, сейчас уже все больше и больше. Они создают, конечно, свои отделы продаж. Это экономически, наверное, им целесообразней. Но высокая степень доверия к агентствам. У нас вторичный рынок могут реализовывать только лишь лицензированные агентства недвижимости. Ну и собственники, конечно. То есть сам застройщик, не имея на это лицензию, не сможет продавать. Тяжело лицензию получить? Честно, не знаю. Она платная или бесплатная? Нет, она там, ну какие-то госпошлины, конечно же, уплачиваются. Но это такие там несущественные суммы. То есть важно, в принципе, собрать весь перечень документов и набрать определенный штат. Обязательно должны быть аттестованные риэлторы в компании. А что значит аттестованные? Кто их аттестовывает? Минюст, Министерство юстиции. То есть там какой-то экзамен сдаёте? Конечно, да-да-да. Один раз сдаёте или каждый год? По-моему, раз в 5 лет он пересдаётся. Да, если я не ошибаюсь. Слушайте, а что спрашивают на экзамене? А? Что спрашивают на экзамене? Я не аттестованный риэлтор. Ладно, мы это вырежем. Да, аттестованные риэлторы просто могут быть соответствующим образованием. Либо архитектурное, либо юридическое. А уже на одного аттестованного риэлтора может быть определенное количество агентов. То есть они получают тоже агентские карточки. Не то, что там сам себя назвал агентом. Нет. Ну, то есть это всё равно принадлежность какому-то риэлторской организации. Самая, наверное, крутая песочница, которую я видел. Просто всё в песке. Деревянный такой настил. Скамейки для родителей посидеть. Лазалки. Блин, вообще круто реально. Да, да. Обувь снял и побежал. Вот эти, кстати, решения мне тоже очень нравятся. Из бетона. Ошлифованный бетон. Всё ровно, красиво. Здесь какие-то, как ёжики, такие красивые. Деревца растут. Скамеек целая куча. Слушайте, очень уютно сделана, облагорожена территория. Вот эта мелкая брусчатка классно смотрится. Вот закрытые дворы. Вот сейчас эти открытые, можно пройти. Ну, если хотите, пойдёмте. Пойдёмте. Там, вот смотрю, как раз сотрудники пришли на траву косить. Это вот, наверное, и есть Айрон Комфорт. Сотрудники тут что-то делают. У нас вот это чем-то похоже на застройщика Сеттл. Только здесь очень крутые дворы. Большое количество озеленения. Причём она уже такая достаточно подрощенная. А не вот мелкоту, как у нас любят сажать. Интересное решение, что вот у вас покрытие резинованное вот такими плитами. Да, да, да. У нас просто её сплошное делают сразу. Вот тоже, да, вот интересное решение. Песочница, вот такая лазлока. Детям реально это нравится. Конечно. Скамейки есть. Причём здесь вот сейчас от жары можно в беседочку сесть. Вот она так очень стильно тоже смотрится, мне нравится. Вот эта паутинка прикольная. Дети любят её. Качели. Освещение очень похоже на старое, как в центре Санкт-Петербурга. То есть вот такие фонари стоят. Слушайте, очень уютный двор. И при этом я вам скажу, несмотря на то, что он буквой П, здесь большое расстояние. Тут, наверное, метров, мне кажется, 60, если не 70 между домами. И везде вот 11-й подъезд, 10-й, я так понимаю, 8-й, 9-й. Они сквозные, я так полагаю. Да, 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 да. Обязательно на две стороны. Потому что концепция такова, что двор закрыт, а с обратной стороны именно парковочные места. То есть это удобно очень. Вы приехали, поставили машину. Ну, да, да, зашёл здесь, а вышел здесь. Да, да, ребёнка выпустили сюда гулять. И он совершенно тут находится в полной безопасности, потому что ну всё закрыто. Ну что, заходим и смотрим. Смотрите, а здесь БАС-АйПи. У них прикольно, что есть приложение для iOS, Android. Бывает, прям с телефона можно смотреть, кто тебе пришёл, отвечать, звонить. Если всё подключено. Ну, тут у нас, в принципе, такая обычная штукатурка. Ничего сверхъестественного. Лестничные марши в плитке. Красивая. Ограждающая конструкция. Первый этаж минус. Это у нас сам холл. Слушайте, он небольшой, но, смотрите, прикольно сделали. Очень красиво так смотрится. Широкие двери. Для меня это большой плюс. Например, когда есть ребёнок или двойник, вообще сюда спокойно вылезет. Кнопка вызова вверх-вниз. Лифты похожи очень на отис, ген-2. Кнопка, ящики белые, с перфорацией, под спам. Тут искусственный какой-то там папоротник, я не знаю, что это. Двери под дерево. Это у нас выход, получается, на улицу. Это во двор. А, во двор. Всё, во двор. Да, да, да. Здесь у нас от управляющих компаний. Кстати, сколько здесь стоит обслуживание квадратного метра обычно? Управляющая компания именно? Честно, я не знаю расценок. Я знаю по своему дому. Это, получается, порядка 25 рублей в месяц. И плюс ещё рублей 20-25 за обслуживание паркинга подземного. То есть, получается, вы управляющей компанией за обслуживание платите 25 рублей с квадратного метра? Не с квадратного метра, а за квартиру. А, то есть, у вас нет такого за квадратный метр определенной стоимости? Там оно есть в каких-то копеечках, я не могу вам их высчитать, но сам факт, что выходит месяц. Так, здесь у нас кулцентр, кто обслуживает. А, вот какие так, это что? А, вот он, пакет услуг. Это интернет-провайдер. А, это интернет. Сколько интернет? 22 рубля в месяц. Это дорого или дешево? Это, получается, где-то 12-13 долларов. Ну, для нас, для интернета... Нет, подождите, что я говорю? 22 рубля. Это на сегодня 8 долларов. 22 рубля на российские деньги. 10 – это 340. Тут 22, 600. Ну, порядка там 750-800 рублей за интернет. И у нас... Так, непонятно, какая только скорость. А, 100 мегабит, да? Ну, если 100 мегабит, это, в принципе, дорого для нас. У нас можно взять 100 мегабит, если нормальный провайдер, там 300 рублей. А если берешь пакет на полгода или на год, там еще будет скидка, там процентов, может, 30 даже быть. Понятно. Ну, у вас сколько еще интернет-провайдеров? Большое количество? Слушайте, ну, не сказал бы, что большое. У нас, получается, ну, штук 5-6, наверное. Так на слухово. 5-6, понятно. Ну, у нас тоже, вот, ясно, это Белтелеком, есть еще МТИС, есть А1. Белтелеком – это у нас государственный. Государственный. И как он по качеству? Вы знаете, вот у меня дома долгое время мы пользовались, именно ясно, и все было прекрасно, наверное, года 3-4 мы. Но нам не нравилось телевидение, и сейчас включили А1. Там ВОКО-ТВЕ. Слушайте, А1 – это застройщик, который? А1 – это тоже, господи, сотовая связь у нас в стране. А, все, А1 точно, который я тоже подключил. Все, 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 я путаю со СТО, потому что я видел еще заправки АСТО, это их же заправки. То есть у них, получается, нефть, вот эти заправки, их бизнес и строительство. И не так давно они еще купили завод металлоконструкций и железобетонных металлоконструкций, и сами еще его производят панели. Молодцы. Давайте на лифте поднимемся на последний этаж, потому что последний этаж для меня всегда показатель. У нас очень часто бывает, что на первом этаже все красиво, поднимаешься со второго и выше, совсем другая отделка. И кроме того, что другая отделка, на последних этажах часто коммуникации не закрыты, и вид, конечно, такое ощущение, что ты не на последнем этаже в подвале. Вот здесь у нас с таким планкером сделан на потолке, вот один светильник, что перегорел, а так, в принципе, здесь света было бы достаточно такой, чуть более полумрака. Есть видеонаблюдение, какая-то антенна для чего-то, лифт. Ну да, отис. Да, отис, отис. У вас отисы не ушли? Затрудняюсь прокомментировать, ушли они или нет, но очень активно их ставили застройщики. Сейчас появляются и Могилевские лифты, причем премиум-классы. А я видел, кстати, да, очень круто. Да, которые мало чем отличаются. Я когда прочитал, что Могилевские, думаю, ничего себе, ну, в общем, был на отис реально похож. Да, да, да. Потому что там графика такая же, как у отис, оборудование смоешь похуже. Ну вот, да, зашито ОСБ, конечно, не хватает. Добро пожаловать домой. Реклама уже есть вовсе. Седьмой этаж. Пока едешь, ну, тут ехать недолго. Так, седьмой этаж. Слушайте, ну, здесь тоже красота. Дверь от застройщика. Пока не видно, чтобы кто-то поменял. Вот эти звонки у нас стоят, если не ошибаюсь, 56 рублей наших денег. То есть ваших это, грубо говоря, 2 рубля. Раз квартира, два квартира, четыре квартиры на площадке. Так, здесь... А, это у нас лестничный марш наверх. Открывается окно, и здесь, соответственно, можно... А, тут закрыто сейчас, цель безопасности. Посмотреть на дом. Слушайте, очень интересно сделан проект, очень интересно сделан сам конструктив дома. То есть, получается, он неровный, такой по скосу идут с каждой стороны, смотрится, ну, так достойно. У нас бы это назывался, ну, минимум бизнес. Да. Если бы не элитное жилье. На крыше мы видим дефлекторы. Они работают за счет воздуха, и у них специально такой наклон. Они закручивают, создают избыточное давление и вытягивают лучше воздух, соответственно, из квартиры. Обычно у нас это кухня и, соответственно, ванна. Территория отсюда просто сверху очень круто все сделано. Классное зеленение. Ну, там немножко. Такое ощущение, что ты вот реально куда-то на райское побережье приехал. Очень напоминает проект. Вот здесь тоже зона прикольная сделана для, ну, самая дворовая площадка. Электроподстанция тоже сделана в таком стиле браухаус. Много. У нас все популярнее и популярнее становятся электроавтомобили, и об этом тоже стали думать все застройщики. То есть, кто-то в подземных паркингах выводит розетки, кто-то на наземных паркингах устанавливает. У нас по закону положено минимум две зарядные станции в проекте. Вот я по поводу нормы вам не скажу, не знаю, не знаю, честно. Еще особенность этого проекта, что здесь некоторые кровли, они эксплуатируемые. Вот нам пока тут не попались, они, к сожалению, так бы показали. Но проект очень масштабный. Вот если посмотреть, вдоль леса идет такой серый заборчик, это вот масштабы, докуда будет доходить. Ну, у нас это считается комфорт-класс. Комфорт-класс. Да, да, комфорт-класс. Круто, это комфорт-класс была в России. А вот и лестничный марш на последнем этаже. Все в плитке, красота, белые стенки и красивая ограждающая конструкция. А спускаемся в подвал. И знаете, обычно в наших новостройках, когда ты спускаешься на минус первый этаж, там в паркинг или еще что-то, такое ощущение, что попал заброшку какую-то. Посмотрим, как сделано здесь. Ох, ты здесь сразу прохладней, прохладней. Все в плитке. Но пока ничего ужасного нет. Все достаточно неплохо. Тут же везде стоят одинаковые двери. Слушайте, колясочная, здесь кладовки. Вот велопарковка, вот даже значок, что здесь можно это все оставлять, колясочки и так далее. Не понимаю, это помыли, что влага стала? А, похоже, помыло, да, вот следы вот этих штуки, которые ездят. Или это затопило? Затрудняюсь прокомментировать. Ну, так очевидных тещей не видно. Да, не-не, здесь не видно, да, что, скорее всего, это мыли так активно, похоже. Ну, в общем, здесь достаточно неплохо. Мне нравится, что здесь прохладная улица сегодня. Очень жарко. Электрочетовая, подписано. Ну, все обычно такое. Комфортное помещение для хранения. Кстати, обратите внимание, широченные двери. То есть сюда даже, как я говорю, рояль зайдет. Вот, наверху есть перфорация для вентиляции, инженерное оборудование. Все так четенько. Противопожарные датчики. Вот так, интересно, закрыл застройщик для того, чтобы видно, так как здесь, наверное, метра два. Чтобы, не дай бог, ничем не долбанули. Вот такой сеткой противовандальной. Молодцы. Вот, кстати, такой сделали маленький амфитеатр. И это, соответственно, уже для подростков зоны. То есть вот здесь молодец застройщик подумал не только о маленьких детях и взрослых. Можно посидеть, отдохнуть, позаниматься своими делами. Слушайте, прикольно. Идешь, так в дорожку, а там водопадик будет. Водопадика нет, по-моему, только камушки остались. Как просто камушки, да. Ну, вот тоже еще одна площадка. А там уже идет стройка, ну, в следующей очереди. А тут уже люди живут, делают ремонты. Слушайте, да, расстояние такое приличное, что, получается, стройка... Не мешает. Не мешает, да. Ну, и, скажем прямо, у нас никто не ведет стройку в ночное время. А, вот так, да? Да, да. А выходные? Выходные тоже они не работают. Не строят. То есть суббота, воскресенье отдыхают все. Да, 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 да. Не, у нас строят постоянно, могут и круглосуточно строить, и всем все равно, и полетит людям в окна, и жалуются, и ничего не имеют. Нет, нет, у нас все регламентировано. Да, вот здесь, кстати, видны шезлонги. То есть для любителей позагорать там тоже есть такая возможность. Да, да, вот вижу. И они туда ближе к воде тоже вынесены. Ну, да, как раз он, получается, лежишь, туда смешаны деревья, на воду, на перспективу такую прикольную. Давайте вернемся к вопросам к управляющим компаниям. Вот у нас очень много вопросов именно к управляющим компаниям, особенно от некоторых застройщиков. Написано на трех дольщиков заявление в полицию. То есть я правильно понял, что управляющая компания от застройщика ЦДС, их управляйка, на своих клиентах, своих жителей пишет заявление в полицию. Да, все совершенно верно. Слушайте, ну это, наверное, я еще такого не слышал. Мы тоже, я, если честно, вот у нас кто рассказывает, знакомься, такие, господи, первый раз такое вообще происходит. Высокие тарифы, люди подписывают, не думают, потом начинают думать, тяжело очень поменять эту управляющую компанию. Жалуются постоянно, что не выполняют заявки. Очень много гарантийных обращений, которые они не передают застройщикам и пытаются тянуть этот срок гарантии. Плохо ухаживают за зелеными насаждениями, плохо убирают. Некоторые застройщики у нас такие есть топ-10 с конца, которые сдают неотмытые дома, там грязище полнейшее, управляющие потом год пытаются отмыть. Есть где управляющие компании собирают с людей очень существенные суммы за модернизацию серверов, к примеру. То есть застройщик сдал видеонаблюдение, а серверы, типа, должны люди купить. Ну, по мне это вообще какой-то из ряда вон. Как вот у вас здесь дела с управляющими компаниями? Ну, у нас на самом деле только положительный опыт с управляющими компаниями. Как правило, да, все они перешли от застройщика в самостоятельную единицу, но они работают даже с теми же названиями жилых комплексов, либо же с именем застройщика, от которого они, скажем так, отпочковались. Тарифы плюс-минус такие же, как и в городе в ЖЭСе, скажем так. У нас же есть такая форма еще государственная, где дома относятся к ЖЭСу, и там свои дворники. Так, ЖЭС – это жилищная эксплуатируемая служба. Да, да, да. То есть особых нареканий нет. Конечно, есть где-то что-то там подороже, какие-то выставленные услуги. Ну, например, там, опять-таки, запалив какое-то там растение, потому что, ну, не за свой же счет из кармана это будет делать управляющая компания. Конечно, это все жильцы оплачивают. Но, как таковых, нареканий нет. А если бы они и были, в любом случае можно коллективно обратиться в государственную службу эксплуатации, которая вас примет под свое крыло. То есть эксплуатирующие организации, они стараются быть лучше, выше, качественнее, ну, для того, чтобы они получали все эти отчисления, и они имели свою заплату. Чтобы было понятно подписчикам, к примеру, у вас управляющая компания, там, от застройщика, там, нет, застройщика плохо справляется с обязанностями, что я могу сделать? Вы, если вам, вас все не устраивает, и ваших соседей тоже, вы можете коллективно обратиться в исполком, ну, в какие-то наши регулирующие органы, могу заблуждаться конкретно, есть же Рео просто такие организации, я не знаю точно куда, но с легкостью можно отказаться от услуг управляющей компании и перейти в ведомство города, в жилищную эксплуатацию, жилищную... Ну, вот этот джесс, который вы сказали. Да, джесс, да, да. То есть, соответственно, там даже голосовать не нужно, там, за новую управляющую компанию, просто эти пришли, проверили, поняли, что все плохо, сказали, ребята, до свидания, теперь мы управляем, и все. Ну, по сути, да. Слушайте, круто. А у нас голосование, это может голосование, потом выбирать другую управляющую компанию, та подает в суд, это может, там, годами идти в арбитраже, все эти выяснения отношений старой, новой управляющей компании, двойные квитанции, в общем, такое. Пока не вмешается следственный комитет. Понятно. У нас в этом плане, конечно. Ну, у нас, на самом деле, вот наши управляющие компании, они действительно стараются, ну, качественнее оказывать свою услугу, нежели просто жест. Ну, когда я понимаю, что сегодня я, а завтра мне придут, скажут, все, до свидания, ну, естественно, тут ты будешь думать о качестве. Я тут с вами согласен. А у нас на них, кроме у нас там жилищная инспекция и прокуратура, которым запретили проводить проверки, так как то вначале был коронавирус, потом другие обстоятельства, и они, конечно, чувствуют безнаказанность. Я вот с вами говорю и соображаю. Знаете, куда обращаются? Обращаются в администрацию района, как правило, с этим вопросом, а уже дальше администрация спускает это в соответствующие там органы, которые находятся в подчинении. И уже вопрос тогда решается. Круто, слушайте, хорошо, что так работает. Друзья, давайте вместе со мной поблагодарим Наталью и нашего второго оператора, который помогал в съемках этого прекрасного видео за обзорную экскурсию, за рассказ про новостройки, про управляющие компании и многое-многое другое. Наталья, огромное спасибо о развитии вашей компании, развитии вашего YouTube-канала и, конечно же, большое количество клиентов. Спасибо большое, приезжайте к нам в гости. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok